всем привет это подкаст у бабули сегодняшняя наша тема это токсичное поведение и собственно сами токсики откуда берутся наши темы никто не знает но откуда-то они появляются в основном безусловно из нашей повседневной жизни в конце концов мы все находимся в с.л. и так или иначе я думаю все с этим согласятся сталкиваемся с токсичным поведением сегодня с нами как всегда наши основные хосты это руа мизу и милана мэркери привет ребята и наш замечательный гость айви фоукс который также известна под именем алена привет также капуста а также компасе много имен да многоликий спасибо алена что почтила нас своим присутствием мы гостям всегда рады если вы тоже хотите стать гостем нашего подкаста пишите в комментариях или нам личку особенно если у вас есть какая-то интересная тема мы можем ее поднять и обсусать но сегодняшняя тема пошла прозвучала господи мы все люди взрослые ну и так токсичное поведение вообще что такое токсичность как-то это слово на слуху последние несколько лет и мы им разбрасываемся очень-очень так вальяжная в разные стороны но как показывают исследования данные она появилась вот в таких общественных обширных кругах в 2018 году безусловно токсичность это от слова таксик английского и это отравляющее поведение а поведение которое вызывает у других дискомфорт это может быть как поведение отдельного человека поведение группы но она вызывает дискомфорт сталкивались ли вы с таким поведением друзья мои каждый факин дэй очень часто на очень часто являлись ли вы причиной такого поведения друзья мои а это через день а ну то есть это расписание без этого да ну мне кажется у всех есть свои какие-то черты токсичности если с более научной точки зрения к этому подходить то это поведение нарушающей границы другого человека не провоцирована агрессивная не провоцирована гривен гневная и не соответствующая человеку в его социальные роли то есть это поведение которое появляется само по себе его никто не провоцирует человек начинает на тебя токсичить например это когда родители рассказывают взрослым детям как им жить или когда бабки на лавке рассказывают прохожим как им правильно одеваться и не знаю как себя правильно вести человек живет своей обычной жизнью и тут появляется кто-то кто начинает на него токсичить токсичить собственно почему 2018 год говорят это появление движения хэштег металл которая боролась против харассмента однако впервые слова в его современном звучании было употреблено еще в 90-х мужским движением в америке и говорилось это от токсичной маскулинности знаете ли вы что такое токсичная маскулинность нет честно говоря ну я два слова знаю а как их вместе связать и не очень понимаю и не слышал никогда бразилии такого о таком не говорят но это какие-то фенемистические вот эти штучки что ли я не знаю наоборот наоборот это момент как это в россии очень распространено ну вообще странах снг то что мужик должен настоящий мужик должен быть вот так мужик должен быть вот таким и мужчины не имеют права плакать и все в таком духе да и изначально это вот порицалась именно токсичная маскулинность о том что мужчина это такой кремень который там должен делать вот так вот так и так а потом да и тоже распространилась вот на это движение против харассмента харассмент это соответственно ну как приставание к женщинам потому что хэштег мету это именно было про приставание к женщинам это было про действие неправомерного характера в отношении женщин вообще токсичность в психологии такого слова нет это чисто такое бытовое слово однако есть определенная классификация токсичности которую сми вот так выдвигают и как бы выделяют там от шести до десяти там типов токсичных людей но в целом токсичность это не экологичная коммуникация мы все бываем не экологичным вообще никак ни разу зависит от ситуации безусловно но давайте обратимся собственно к самой классификации какие вообще есть виды токсиков давайте обратимся но я прежде чем ты обратишься объясните пожалуйста зрителям через сижу как клоун наряженный ну да мы взяли на этом шоу такую стилистику что все имена выпоминаемых историях будут изменены на имена из паттерианы из мира гарри поттера и я надеюсь вам понравится потому что это по крайней мере весело потому что человек которого нельзя называть постоянно ноет что руами за не как гарри поттера так и не доделал вот пусть получают гарри поттера сегодня да да собственно совместим приятное с полезным сегодня у нас будет небольшая такая rp role play где руами за будет выступать в роли дамблдора мы вот с девчонками как-то не оделись к подкасту ну и подкастом все-таки в первую очередь нацелен на слушать на слушание не на смотрение скажем так милана будет у нас гермиона конечно она у нас самая приличная девочка в семье так сказать вот и лиза у нас будет макбонагол такая сучка училка алёса алена будет serious black я правда не запомнил почему потому что все думали что он опасный и злой она казаться очень добр да да это моя пришла на подкаст поговорить о токсичности вот поэтому вы не услышите ни одного знакомого имени сегодня и пеняйте на себя зато очень много знакомых образов архетипы архетипы современного сообщества в сл ну и собственно перейдем к архетипам наконец такие с этим таким длинным предисловием потому что их много опять же я не говорю о том что это какая-то там научная психология вообще нет это все очень так популистская тематика первый архетип это эгоцентричный токсик эгоцентрик это токсичный человек который можно обнаружить без особых усилий находясь вообще в любых отношениях с этим человеком неважно это дружба или любовные отношения вы чувствуете совершить себя совершенно одиноким он думает только о себе заботится только о себе с живет своими интересами а вы такой вот придаток к этому прекрасному замечательному человеку вы такой вот инструментик и он вами интересуется не потому что он вами любит 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 вас и дорожит вами а потому что вот вы очень клевый такой инструментик который помогает ему в жизни если у вас такие примеры товарищи потому что у меня есть есть из наших знакомых можно назвать например на товарищ долгопупс парень из молдовы вот все крутится вокруг него то есть он всегда постоянно говорит я я я но правда это бы это ко многим относится не только долгопупс у нас есть еще и где же он у нас тут гарри поттер гарри поттер гарри поттер это главный да все таки эгоцентрик в нашей маленькой в нашем маленьком раю вот а кто такой то гарри поттера пишите вы я познаю не зря ним долго были друзьями милана и гарри поттер гарри поттер были близкими друзьями я вообще его дядя такими близкими как сериус блэк и гарри поттер собственно он настроен на себя и наверное в современном мире так или иначе это относительно бывает помощником там каких-то пределах моментах но тем не менее по отношению к другим людям это действительно токсично когда человек не слышит и не учитывая других людей сожалению больше направлен на себя то есть если мир и взаимоотношения людей это продавать то это не про этих людей но в современном мире вообще порицается такой эгоцентризм в каком-то смысле но в основном вот как вы говорите сейчас в больше про молодых мужчин но мне кажется молодым мужчинам в принципе свойственная эгоцентричность пока у них не появятся дети или какие-то супер серьезные отношения вот они будут такими они так они такие успешные в карьере согласитесь человек эгоцентричный то он до лично он успешен более-менее своих делах своих начинаниях он собранный он знает что ему надо чтобы добиться успеха это не к всех касается иногда эгоцентризм зацикливается исключительно на я а мне дай ну да и безусловно зависит от того каким людям эти люди обращаются потому что у них мне кажется любого эгоцентрика есть круг людей на которых им не все равно и безусловно в первую очередь это родственники семья а потом уже все остальные то есть у многих эгоцентрика в которых я вижу в сэл у них просто отношение к сэл такое то есть кто эти все люди онлайн это какие-то непонятные товарищи и чё я должен вообще париться об их благополучии иногда здоровый эгоцентризм правильно типа чё я буду париться ну хорошо у меня там закон life есть пару друзья по поводу остальных то чё я париться буду кто эти пиксели у нас дамблдор тоже эгоцентрик редкостный притом это да да между прочим даже в гарри поттере дамблдор он же есть теория о том что он сохранял гарри поттеру жизнь потому что он был гарри гарри был одним из как они назывались 300 при стражей да так не теория там было то по моему даже озвучено а так и было что она готовил на убой а и за это дамблдор он же getting some of many нравится наш какor и до увелич гермиона какое бы заклинание ты применила бы к нему гарри поттеру облевеет просто помощь зала просто помощь зала я забыл все стереть его лишние мыслишки и направить не только на себя его внутренний мир окружающих да 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 вот так а вы сами гадайте кто такой гарри поттер я думаю может кандидат может быть много ну давайте поговорим тогда о следующем типе токсичности это зависливые люди завистники вечно недовольны у них может быть абсолютно все но им всегда мало и вместо того чтобы сосредоточенно свои сосредоточиться на своей жизни и своих маленьких удовольствиях завистники мечтают о жизни других у друг ну как бы он хорош но у других всегда что-то получается лучше чем у него и опять же это вот на такой непровоцируемое поведение другие люди просто живут своей жизнью а завистник такой сидит и думает блин вот сволочи они все хорошо надо как-то тут это все испортить знаете ли вы таких людей волан-де-морт например вот по-моему от него зависть больше всего в свою сторону я точно получаю а вот он платит за сим по 400 баксов а вот а вот он блять кальмаров со вкусами краба жрет там в майамах а вот он блять на самолете летает и он вот этой вот завистью заражает остальных людей то есть они ходят и повторяют за ним как 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 заведенные то есть другой темы нет все мы видим сарафане что происходит каждый раз и вот прям вот вот этот зависть прет из этого человека хотя морды морда он есть еще всякий ритт и спитер я хотела как раз коснуться вот этого момента и того что кроме сарафан и есть но разные есть сарафан который это просто тоже по-своему токсичненько но по крайней мере это это общественность то есть это не на про не узконаправленные там статейки какого-то определенного человека а вот взять допустим там тоже самое дури тускитер да который так обсуждаем то есть вот есть такое понятие тоже наверно в рамках токсичности как культура отмены и некоторые люди раздувают скандал и делают его настолько публичным призывая вот как раз таки отменять какого-то человека из-за какой-то довольно узкой там ссоры они делают его публичной и соответственно ну эта культура отмены потом действует в рамках second life то есть все будут там кто-то с кем-то поругался истина не доказана но из-за обиды какого-нибудь этом дописала гринденвальда образно говоря от меня от какого-то неплохого человека и по сути это это очень такое яркое проявление вот как раз таки графоманство и токсичность мы перетекаем следующий кстати классификацию это вообще любители драмы тут уже даже не а зависти речь как почему начали то зависти вру очень часто говорит о том что люди завидуют ему и завидуют его жизни и если я вас правильно понимаю то вы считаете что вот это все поведение она и в первую очередь берется из зависти естественно я не вижу других причин мы не потому что же я педик ну серьезно ребята 21 век уже смеяться и бедики опять тебе это потом припомнит что ты себе педиком я даже знаю кто у нас есть такая героиня трейлони вот она ходит и раздает всем справки вот где кто чего когда сказал и главное кристальный шара голову не разбей да ну кстати вот следую почему заговорил о следующем типе это вообще любители драмы это тип который все усложняет все перекручивать все драматизирует он проанализирует каждую вообще ссору до мельчайших деталей каждую подробность это все накручено будет и тут еще есть вопрос искривление восприятия то есть эти люди они искривляют восприятие до той степени пока они не почувствуют себя хорошо и пока не станет плохо всем всем остальным и когда всем остальным плохо ну это за это вот любитель драмы нытики это немножечко друг не выясните когда прям другое да нытик это другое здесь это именно человек который любит драму который вот любит все перекрутить вывернуть и это все происходит в их голове и вот опять же вот как алена говорила то что очень многие ситуации они раздуваются они специально драматизируются и это и какая-то просто не маленькая ссора она может превратиться в драму глобального масштаба ну и какие у нас есть о май гад примеров как раз трилоне трилоне от которой информация постоянно поступает в искаженном виде то есть через этот хрустальный шар человек видит все вообще в перевернутом варианте и валан-де-морт тоже весь все по-своему видит весь пирпас валан-де-морт видит мир весь вообще по-своему ну а валан-де-морте мы поговорим еще ниже ну да то есть очень многие вообще нет ничего плохого в том что люди видят все по-своему у нас у всех в разное восприятие они меня по-своему не надо трилоне она она видит все правильно она по-своему это преподает у нее преломляется все в этом шаре и превращается в ложь любая правда вот в чем проблема и безусловно меня хотел сказать что меня просто иногда поражает в умении некоторых людей прикрутить к этой драме некоторые события которые вообще не имеют никакого к этому отношения и эту драму превратить просто в какой-то заговор у нас же у многих было такое вот у меня очень часто такое ощущение появляется как от трилоне так и от валан-де-морте так и не знаю там от гарри поттера 3d и скитер от горри поттера 3d и скитер тоже иногда и когда ты начинаешь людям задавать вопросы типа почему вот так откуда вообще это все берется они тебе дальше накручивают там дальше теория заговора заговора развивается это просто потрясающе и откуда это берется на land ну вот я просто иногда на это смотрю иду мне кажется это от просто длительного пребывания в second life и и вот но от этого от такого какого-то обостренного восприятия или это свойство характера какой-то или 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 как ты думаешь они уже так долго здесь сидят что они начинают просто заигрываться и вовлекаются в эту игру потому что у меня все время это вызывает очень смешанные чувства мне все время кажется ну то есть я никто в недоумении то есть мне кажется либо человек действительно начинает играть в эту игру и в самом в нее и как бы верит или и ну а тебя просто дур и там дурак он пытается выставить то есть либо человек действительно как бы воспринимать информацию так но почему то есть не знаю вот мне тоже вопрос это реально так люди это воспринимают или эта игра девушка не только в этом это же в принципе человеческий фактор того что ему если кому-то плохо а тебе не плохо в этом значит тебе от этого хорошо то есть но образно говоря если ты изначально ну а токсичность это негативное до отношение к людям само по себе то есть это изначально настроен негативных людям и лицемерно то есть ты никогда там как некоторые тоже эти скитер и так далее и ландеморд и все они часто говорят о том что то я никогда не будь тебе группам и так далее то есть если это это же факт это же правда действительно и люди то есть лицемерно к тебе относятся какое-то время но там переживают якобы с тобой какие-то грустные моменты там или радуются за тебя хорошие но радости нет а в моменты грустных мою вот этих всех переживаний они радуются что у тебя что-то плохо то есть это это все связано это зависть вот драматизм вот этот раздувание из каких-то крошечных моментов раздувания больших моментов это все между собой архетипы все эти взаимосвязаны да ну опять же у нас нет цели обосрать кого-то у нас есть цель скорее посмотреть на это и как-то это проанализировать с точки зрения такого явления как токсичность вот ты говоришь это игра не игра а кто-то кто-то мне кажется начинает верить сама придумала сама поверила а например тот же волан-де-морт он играет он всегда говорит я играю это моя игра я так играю то есть надо от него ждать какой-то там великой любви но это нереально это нереально я в это не верю просто потому что человек не может настолько диссоциироваться от того что он говорит в сл и от того как он себя ведет в реале но это не берется просто вот кнопочку нажал бы стал зашел и такой все ядом покрылся это в тебе есть наверное да все равно если вот и зеркало реала конечно не вас это вот есть такое понятие как диссоциация это когда человек отстраняется в психологически от чего-то кто-то диссоцируется от какой-то травмы в жизни да там 7 какое-то ужасное событие произошло и они вот пытаются от этого отделиться просто вот прям взять и как отрезать это от себя кто-то не знаю там у кого-то проблемы там психологического характера у них там диссоциация от реальности происходит но это настолько редкое явление что я не верю что у такого огромного количества людей она может быть минутка психологии я просто не верю в это вот давайте тогда переведем перейдем наверное к более таким забавным токсиком это насмешники и критики насмешники и критики они обычно говорят такую фразу да я же пошутил и серии ты жирная ты начинаешь возмущаться он такой я же пошутил счет это нормально насмешник он не просто любитель колкостей эти люди получают удовольствие от несчастья других им им нравится вот внимательно изучать знакомиться с человеком чтобы узнать где у него какие-то слабые такие места и очень часто эти люди задают бестактные вопросы это вот как бабка какая-нибудь к тебе подходит на улице такая деточка ну чё ты такое платье-то надела на те совсем не идет вот что-то вот в этом духе есть разница также между теми кто дает честную обратную связь и критику и те кто критикует ради того чтобы критиковать обратная связь вообще очень важно по жизни она может реально помочь тебе увидеть себя со стороны у понять свои слабости но опять же обратная обратная связь она честная тогда когда ты об этом человека попросил они тогда когда ты просто вышел на улицу и тебе там понеслось разных каких-то насмешек и критики примеры граждане примеры ну это могут быть братья с кавказа кавказские крепый гойл например вполне да по мне но они вот любят предлагать людям выйти на камеру прислать фотку задают очень много бестактных вопросов от крема и гойла я лично получала миллион бестактных вопросов относительно того там почему я не замужем а почему там не знаю сколько мне лет почему-то причем они думают что мне 40 лет но это в это странно но менее 40 лет не знаю там откуда не знаю у меня деньги на хороший компьютер и вот и все в таком духе то есть но есть вот такой мальчик злой драком алфой который постоянно пытается и собираюсь уйти из-за сил но все никак не уйдет и идут годы и годы он никак не уйдет мотор его именно ну да злой такой мальчик он все время критикует то есть это вот как раз ты зачитывала тип который только критикуют и критикуют и видимо получают от этого удовольствия не знаю то есть не предлагает никакого решения идет абсолютная критика только с его стороны я могу еще туда же отнести плаксу мир то которая мать моих якобы пиксельных детей вот она тоже обожает такие вещи я бы не сказала мать недавно девчонками болтали я рассказывала ситуацию из реальной жизни про отношения сотрудников критики что критика бывает не только негативно то есть она бывает позитивной плане про плаксу мир то там там жертв там страдания стен они и так далее вот поэтому я думаю что это хороший будет пример для следующих обсуждений но критика то есть вот и вот насмешливость вот это вот вот а как ты на это заработала как ты это сделал а как ты вот это то есть но это именно насмешки это попытки вытащить какую-то информацию под предлогом вот этой дружелюбности опять-таки возвращаются до прошлого нашего обсуждения тут многие этим занимаются страдают когда они тебе в лицо или приходит новый человек сколько раз мы все с этим сталкивались в обществе и фланды мордах так далее когда приходит новый человек начинает задавать такие вопросы вежливо до начинаю а кто-то что-то сколько тебе лет а ты замужем а почему ты не замужем с тобой что-то не тогда а что детей у тебя нет бесплодная и вот ну-ка если тебя есть дети то что-то так много на рожала а кто хотелец а где их отец а что тебя дети от разных отцов и так далее это потом а она вроде спрашивается в такой ну да безусловно бестактной ноте но не злобная как тебе ну какой-то момент возможно кажется но позже это оборачивается все против этого же человека в любой в любой вообще неудобно неприятной ситуации для токсичного вот вот этого вопрошателя это все перевернется поэтому такой момент даже на предупреждение для многих людей в сэл что не принимайте доброту за участие людей до особенно каких-то совершенно незнакомых людей то есть особенно от людей которые сами о себе ничего не рассказывают ведь очень часто эти насмешники и критики они о себе не рассказывают ничего либо дают какую-то очень ограниченную информацию потому что они сами боятся вот таких насмешек и критики вот что мы знаем про боже мой крэба и гойла до ровным счетом ничего практически что-то где-то там натаскано но когда ты начинаешь задавать крэба и гойлу вопросы они начинают максимально сливаться но так же как про гринденвальда который публикует иногда пишет всякое дерьмо и критикует сми насмеивается кучу говна льет на других людей но в то же время когда это касается его он очень долго оставался в тени давая себе левую информацию абсолютно мега и когда всплыло про него кто он что он и это тоже стало поводом для насмешек расскажи мне потом потому что я информацию только знаю о том что как он жил в америке какие у него как вертолеты садились целая бабочка кто на самом деле работает с кем он живет мама с фотографиями совсем на свете поэтому я я не сливают потому что мы сейчас не в конфликте я не хочу этого делать если человек меня не трогает поэтому ну как бы все чем он занимается сейчас не моя война но папка есть поэтому это тоже тот момент который касается это моя уже токсичность видите то есть это мой способ для насмешки на 5 таки это границы которые нужно расчерчивать с такими людьми как я считаю думаю что когда кто-то себе позволяет с одной стороны такое то единственный способ его остановить это делать то же самое ну вот кстати в списке которые вот я зачитываю да вот этих токсичных людей мне кажется туда можно добавить еще такого человека как вот этот знаете рыцарь белых доспехов которые все время любые свои действия прикрывает так сказать противодействием чему-то злу и вот он такой мне сделали зло или моим друзьям сделали зло а я вот возьму и сделаю им вот это вот в ответочку хотя кто там кому что сделал и кто чок там кому сказал это вообще еще не проверенная информация и вообще кто ты такой чтобы решать кто здесь прав а кто виноват а хотя нет я вот не права там есть такой прототип прототип называется судья мы немножко перескочим может но вот судья он всех и всегда рассудит он всегда знает лучше всех и вместо того чтобы ценить настоящий момент судья выносит категоричные суждения обо всем обо всех но кроме суждений в сл действительно есть вот такой момент мести то есть судья он не только всех рассудит он еще и решит кому какое доказание достанется а это вот уже страшно потому что у этих людей мало того что у них нету какого-то юридического образования чтобы решать кому какое наказание достанется так ну очень часто нет здравого смысла а ты несоразмерно все говорят что это момент несоразмерности весь конфликт начался с того что в секонд лайфе не поделили девушку которая отказала ему и дальше началось и лезть в реал и портить реал другим людям то есть размерности нет люди решают почему-то сами что они боги они будут судить так как они судят то есть ну ну даже будто у самих этих людей нет недостатков вообще никакие хорошо как белатриса раз мы возвращаемся к валандеморту белатриса которая постоянно она не знает абсолютно людей о которых она говорит она судит о людях со слов валандеморта то есть что-то где-то будет сказано она уже обострел человека которого она заведомо не знает но с белатриса у нас я думаю в сарафане еще помнят эту запись когда ну на самом деле меня затрахала вот это вот эти сплетни которые разносятся и во первых они разносятся конечно трелани но белатриса она решила что вот она должна вставить свои пять копеек есть у меня спит или нет у меня спида и вот и прямо она уверена в этом вот ей волан-де-морт сказал и все и понеслось как будто он сам анализ брал нет ну он просто где-то какой-то он передергивает переворачивает какую-то там какие-то личные разговоры информации обсуждения где-то когда-то был какой-то разговор там вообще это было по-моему еще в пиздюке когда-то был какой-то разговор касательно этого но это не было касательно рога конкретно просто рог был одним из присутствующих в этом разговоре и видать волан-де-морт вспомнил об этом другому немножко потому что у меня был парень у него вич и вот по этому поводу волан-де-морт и беспокоился сдавал анализы это да был момент этот был разговор тогда в клубе как раз при котором тогда присутствовал не так-то много людей уже большая часть из них не играет и вот волан-де-морт вспомнил об этом разговоре очевидно поддал эту информацию женщины с шаром стеклянным и шарик покатился превратился в ком да и это разнеслось везде это а судей кто хотя этому разговору лет шесть наверное дорог но у него с памятью все хорошо он он все помнит что надо ему помнить кроме того что было на самом деле и что происходит с ним он не помнит зато про всех остальных он помнит конечно ну конечно и вот еще у судей есть вот этот фактор морального совета где они решают что морально что аморально при этом когда начинаешь на моральность аморальность разбивать их поведение тут уже как-то ну они начинают протестовать ты не понимаешь это другое это другое это другое хорошо так ну что насмешников мы разобрали критиков мы разобрали ну кстати судьи лёлик и болик собственно креп и гойл они тоже любят выступать судьями они тоже любишь сначала на смея посмеяться над кем-то потом посудить этого человека а ни у того ни у другого нету какого-то колоссального даже жизненного опыта чтобы судить других людей и вообще никакого для этого у нас есть еще одна один персонаж некая госпожа эмбридж это училка можно ее так назвать вот она когда-то где-то преподавала литературу и до сих пор преподает она она всем хорошо поставленным голосом рассказывает как они должны жить вот прям да 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 действительно у всех свои хобби в этом мире что же давайте поговорим о следующем типе это капризный тип такой взрослый ребенок который кого угодно может довести до предела под его желание должны всегда подстраиваться все неважно нравится это им или нет и вот если он любит что-то все ему должны это предоставить а если не предоставит то он будет вот как маленький ребенок плакать валяться по полу сучить ножками пока мама или папа не купят эту игрушку знаете ли вот таких людей я наверно могла бы себя к такому типу в какой-то степени отнести я думаю или за со мной согласится мы будем писать подкаст у тебя безобидно вот это не сказать что это крайняя степень именно токсичности ты не отравляешь этим существование ты потопаешь ножками как бы в итоге либо ну просто это перейдет в какую-то шутку либо если это какая-то мелочь что это сделается ты только ножками когда это что-то не ну не вовремя не получается и так далее я думаю могу на голову с тобой не согласилась я тебя хуже знаю безусловно я молчу просто нет бывают моменты да но это моменты понимаешь это не ну блин мы все можем себя отнести к тому или иному типу там например вот я себя могла бы отнести к любителю драмы потому что когда мне какой-то конфликт случается с кем-то тоже сижу 30 раз передумаю перекручу вспомню что было 30 лет назад проанализирует там потом еще вспомню что было может пять лет назад добавлю это туда и потом сижу так этому господи как же все хуёво а так что да мы все бываем и насмешниками и критиками и любителями драмы и капризными детьми тут без этого вообще никак а а так есть наверное другие люди но вот из хогвартса я больше честно говоря даже не знаю кого в пример принести кроме себя если брать из параллельной вселенной человека который он и в секонд-лайпе немножко из параллельной вселенной то я знаю такого человека который топает ножками просто несется как паровоз какой-то вот к тому что ему надо и по дороге истерит если мы этого не дают а если не дают он еще и быстро перегорает он вообще ничего делать не хочет хотя сначала обещание были да я поняла есть такой момент то давайте тогда раз у нас капризных не так много перейдем хотя и свою палочку на меня сейчас наставила что или лечу я вот не понял вообще ты про кого у нас прошло признание ну я считаю что да естественно почему нет а что насчет дадли мне кажется дадли относится к капризным тоже драма 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 дадли все-таки драма понимали дадли у нас в нашем хогвартсе он не мой он никогда 8 говорит блин нет это чисто тип токсичности вот любитель драмы это вот прям про него проданы ну да я бы вообще не назвала его токсичным он просто ну типа это просто ребенок который пытается во что-то играть я не верю что вообще хоть кто-то всерьез сейчас вашего дадлика дадлика можно типа нажать на крестик чат да он знает такое заклинание когда его реально становится очень много и заебешься нажимать на крестик дадлики размножаются да он знает такое заклинание отпочковой тос заклинание хорошо следующий тип у нас токсичного поведения это вечная жертва это вот просто про меня но про меня не в рамках ru sl на самом деле это скорее про личные отношения вот вечная жертва это все начинается всегда одинаково сначала вы сопереживаете этому человеку пытаетесь ему помочь вы внимательны добры к этому человеку затем наступает фаза нервозности жертве ничего не нравится она пестимистична и снимает себя все ответственность за свое поведение все вокруг против нее виноваты все кроме нее самой и все проблемы становятся в ее глазах непреодолимыми а затем жертву воспринимает вашу помощь к данности относится к вам как вечной жилетки неважно нужны ли ей просто какие-то уши либо ей нужно не знаю там 10к зарплаты у жертв всегда все плохо у них всегда трудные времена у них всегда проблемы с работой не всегда проблемы с отношениями вот я вечная жертва в отношениях вот это это вот я могу признать в плане всей остальной жизни это фигня как бы а собственно вы знаете ли вы каких-то вечных жертв слушай ну как то сложно но иногда жертвой бывает например наша подруженька молли уизли как бы вот мне кажется она периодически такая жертва и потому что ее то бросают то находят просто она связалась с виралом и аквирал это такой товарищ у него там сзади на голове чтобы вы понимали блин я постоянно переводить надо с вашего хогвартского это собиратель земель русских который оплачивал символом дморту и вот теперь ходит несчастный она была его супругой да мандомар сидел у него на шее нашептывал ему что делать да да было дело но кто у нас еще вечная жертва есть еще боже нагайна нагайна наверное которые всегда все все остальные виноваты в ее траблах процентов и там нагайна это собирательный образ так как нагайна змея длинная вот это нагайна в нашем фокусе я думаю это собирательный образ очень многих дам в данном случае иногда с одинаковыми именами которые очень похожи между сюда клонированные лидерсами ну что ж следующий тогда архетип я думаю мы разберем это манипулятор но тут примеров масса вот если человека который просто любит драмы вы можно простить поскольку его действия могут быть вызваны неуверенностью в себе то манипулятор он редко забывает о своих действиях он вообще все помнит у него очень отлично с памятью он использует вас и заупотребляет вами притворяясь вашим другом или партнером и чтобы любыми способами заставить вас сделать то что выгодно для него он будет всегда использовать вас в своих целях если эгоцентрик он воспринимает все другие всех других людей как мебель такую то манипулятор он их прямо вот замечательно использует двигает ее в нужный угол скажем так да и он знает о вас все будет знать о вас точно все чтобы потом этим воспользоваться своих целях у них всегда есть цель это может быть продвижение по карьерной лестнице или жажда всеобщего признания всеобщей любви либо ему просто вот интересно ощущать в своих руках вот эти ниточки за которые он будет дергать а все остальные будут танцевать такой товарищ кукловод и манипулятором всегда будет стараться других людей унизить собственно как-то так такой серьезный токсик нужны ли нам примеры блин наш антагонист конечно же ну конечно же это волан-де-морт в первую очередь я считаю ну к слову говоря вот если вернуться к теме до определения лиска начали говорила о том что вот это не психологические определения то вот как раз шпаргалки манипуляторе написано о том что в эту же подкатегорию входят нарциссы а нарциссизм это вполне определенный психологический термин который не поддается лечение то есть люди имеющие нарциссические наклонности это это психопаты которые не не способны и не подмену есть нарциссы есть психопаты это уж разные нарциссизм это и есть психопатия то есть тут прям взаимосвязано я не знаю я не психолог я не психолог у меня был просто очень долгий монолог потому что я была в отношениях с таким человеком и очень долгие были монологи об этом где много чего смотрела читала потому что мы пыталась разобраться как-то и это действительно это признак психопатии который не лечится здоровый человек не может быть нарциссом по умолчанским признакам нет не про гарри поттера да нет гарри поттер вообще-то он абсолютно не нарциссия нет вообще сюда же мне кажется можно отнести как раз ложь газлайтинг потому что манипуляторов можно ловить на лжи сколько угодно они это все будут переворачивать так будто ты сходишь с ума и это уже газлайтинг самый настоящий это что ты ему прям вот показываешь что смотри дорогой манипулятор ты говорил мне что трава синяя а она на самом деле зеленая а манипулятор тебя будет всеми просто способом пытались пытаться заставить поверить в то что трава она на самом деле синяя просто с глазами что-то не так касается всех девочек секонд-лайфе кому говорили что я тебе ничего не обещал да да совершенно верно но вообще вы стал это распространенная тема мне кажется вы стал очень много нарциссов и манипуляторов потому что здесь это как знаете такой блюдечко петри тут вот эти вот бактерии манипуляторство не распространяются с очень в очень благодатной почве вот какие еще могут быть вот примеры кого можно сюда отнести каждый из нас ну блин да если говорить о чем немного манипулятор конечно у всех есть у каждого человека есть нарциссическая черта вообще вот прямо стопроцентных нарциссов если уж говорить так их очень мало очень мало но каждого человека есть нарциссическая черта это та черта которая хочет нравиться другим людям вот чем больше вы хотите нравиться другим людям тем более вас развита это нарциссическая черта, скажем так. Но, если вам интересно, вы можете почитать об этом психологическую литературу. У нас тут все-таки подкаст не про психологию, а про токсичность. Когда я написала, что занята, пошла с вами на подкаст, мне сразу написали вымку, что ты что, всем расскажешь, как ты меня кошмаришь? Я говорю, нет. И рассказала только что. И рассказала, да. Поэтому думаю, что все мы так или иначе немножко. Да, да, безусловно. В тех или иных отношениях мы можем быть или тем, или другим токсиком, конечно. Следующий наш замечательный предпоследний тип, это высокомерный. Высокомерный человек может быть просто грубым. Но грубость это все равно токсичность. И важно помнить, что чем меньше у человека уверенности в себе, тем больше всего он беспокоится о том, как выглядит в глазах окружающих. И чтобы не позволить такой личности себя расстраивать, просто не обращайте на него внимания. Вот. Высокомерие... я не знаю, я не встречала прям уж таких откровенно высокомерных людей в СССР. Не, я тоже, честно говоря, что как-то у нас самокритикой, самооценкой понижено все. чтобы прям вот так вот в небеса... Ну, подождите, а Питер Петер... Нет, я... Вот кроме Питера Петтигрю, да, еще... Питер Петтигрю, мне кажется, подходит. На сто процентов. А, да, да. Питер Петтигрю, да, да. Опять перевожу. Ну, он еще относится к последнему типу. Да, сейчас я из-за не перебью. Это душнила, наш главный душнила, который то ли девочка, то ли мужчина, то ли женщина, то ли видение, непонятно. Вот самый душнила, вот это он. Ну, это, кстати, вот тоже один из видов токсичности. Это негативные люди, у которых... Это даже не вечная жертва, а это просто вечные пессимисты, мнительные. Они вот просто демотиватор. Что не происходит, все плохо. Вот у... У него, кстати, все отлично. Но все остальное, все плохо. Но он все время на негативе. Это все время ходячий негатив. И критика, и негатив, и вот... Посмотри, она надела короткую юбку, свою шоку, всем показывает. Это куда, блядь? Это что такое? Буквально вчера мне Петтигрю сделал замечание по поводу моей фамилии в СЛ, Эвергарден. И он сказал, что ты что себе такую фамилию-то придумала? Чтобы другим было сложно выговаривать? Ты что, блядь, креативно себя считаешь? Я просто прилетела на локацию, и на меня обрушился вот этот вот весь поток негатива. И что самое интересное, вот в этой классификации, которую я нашла, пишут, что этот негатив заразителен, и этот дементор может даже втянуть вас в депрессию, если окажется рядом с вами. И заметно, он как раз твою фамилию произносит всегда Эвергарден, потому что у него всегда гэ. Гэ. Ну, ничего в этом такого нет. Очень многие люди гэкают, в этом ничего нет. Такими людьми себя надо окружать. Лучше не окружать, но если они есть в вашем окружении, то... Просто бегите. Бегите. Ну, а если замьются к высокомерии, вот тоже этого человека нет в вашей квалификации, нет в принципе особо в СЛ, но это тоже человек, который абсолютно верно от того, что здесь написано, что чем меньше человеку уверенности в себе, тем больше он беспокоится о том, как выглядит в глазах окружающих. Когда появился... Появилась... Можно, да, конкретно говорить историю, или надо убрать слово? Давай. Когда появился Annabelle's Club с шестами, вот это вот более такая интимная обстановка, ну, под... Как вы называли тогда? Филиал. Подлокация, да, подлокация. Вот. И человек, который просто чувствовал себя неуверенным и конкретно говорил о том, что мне там некомфортно, что обо мне подумают люди, что я шлюшка какая-то, что ли? И вот это была целая петиция, что место тюрьмо, просто потому, что человеку было некомфортно. И который говорил, а я сделаю свое место, оно будет лучше, там не будет такого. И в итоге проект просто сдох, насколько я знаю, да? Кто это был? Нет у вас имен этих. Мы имени придумали. Да, у вас нет этого имени. Да, у нас этого имени в нашей книжечке нет. Ну, блин, да, да, это вот, опять же, вот ей было некомфортно. Можно сказать, что мы токсичные, потому что мы сделали пледюшник. Нет, но она беспокоилась о том, как, что она будет выглядеть шлюшкой, но в то же время это был ее дискомфорт, неуверенность в себе, что она просто не может расслабиться, посмеяться, покайфовать с обстановки, но в том же время это никак не выставляет ее в негативном свете, нахождение в этом месте. Поэтому, часто очень достаетесь. Поэтому она создала свои клубы, которые у нее долго не держатся. Ну, да. Ну, потому что высокомерность, потому что человеку кажется, что он сделает лучше, а на самом деле, ну, это просто очень часто такие люди обламываются. Да. Ну, мы тут закончили с нашей классификацией. Я думаю, быстренько можно пробежаться по некоторым советам, которые мы все можем применить в своей жизни, чтобы избежать общения, с токсичными людьми, или если они есть в нашем окружении, как вообще себя правильно вести. А, собственно, первый совет это держите эмоциональную дистанцию. Вот, кажитесь равнодушными. Самое, вообще, больше всего, что обижает токсиков, это когда ты говоришь, что тебе пофигу абсолютно на то, что они говорят. Просто ведите себя максимально нейтрально, и их поведение, скорее всего, сойдет на нет. Это заклинание у нас такое. мальчики и девочки, я как Дамблдор буду давать заклинание вам волшебное. Это заклинание называется Похерус. Похерус. Да, здоровый, здоровый Похерус, это всегда хорошо. Следующий совет это не спорьте. Вот, особенно с манипуляторами, особенно с драма, квиннами, чем больше вы начинаете спорить, тем больше ситуация будет раздуваться. Токсичные люди обожают спорить и обожают вот эту свою точку зрения отстаивать. Не спорьте. Тут хорошо подойдет заклинание игнорамус. Это никогда ничего не докажешь. Вообще, вот как бы ты не спорил с Валенте Мортом, не приводил никакие факты, не показывал реальность абсолютно, то есть, сказано там даже с его же словами, человек все равно это ссора ради ссоры. Остается все равно при... Даже пусть у него на самом деле будет другое мнение, но человек никогда этого не признает. Вообще никогда. Абсолютно никогда. Следующий вариант это меняйте тактику. Если вам предстоит тяжелый разговор с токсичным человеком, заранее подумайте о чем и как вы будете говорить. Возьмите инициативу на себя и вы будете флагманом этого разговора. Задавайте много вопросов и вы пытаетесь вернуть человека в реальность. Расскажите что-то свое. Но опять же, это для тех, кто, мне кажется, достаточно сильный соперник этим людям. Потому что человек... Кому не все равно. Если тебе не все равно, на этом человек... Да, если это человек, ваш член семьи, если это ваш член семьи, если это ваш, не знаю, начальник, с начальником тут не прокатит, наверняка. Но если это человек, который вам не безразличен, вы можете попробовать обратить его внимание на то, что его поведение вообще-то не ок. тактикус, это заклинание номер три. Следующий вариант это нейтрализуйте противника. Вот здесь очень интересно. Когда вы долго выслушиваете жалобы токсичного человека, то попробуйте задать ему простой вопрос. Как и когда ты собираешься решить эту проблему? Мы уверены, что он или сменит тему разговора, или замолчит, или переведет вопрос на вас. Ведь на самом деле главная цель это жаловаться, а не решать. Са, вот надо всегда помнить, что у токсичных людей основная цель это просто продолжать ныть, продолжать жаловаться. И чем дальше они жалуются, вместо того, чтобы решать проблему, это относится, например, к вечным жертвам, которые, все время только жалуются. Вот спросите у них, когда ты хочешь решить эту проблему? Как ты собираешься ее решать? И вы получите ответ, а что ты предлагаешь? Да. Я вам вангую идеальную жизнь. А что ты предлагаешь? А что я могу сделать? А что я могу сделать? Все обстоятельства против меня. Все не так, как бы я хотела. Все не так. И пальчиком так. Вот. Следующее. Умейте отстаивать свои границы. Вообще, границы это отдельная тема для разговора, потому что это тоже очень сейчас такой популистский термин. Но, во-первых, фильтруйте, что и кому вы рассказываете о себе. Мы уже это говорили. Вообще, фильтруйте, не отвечайте на идиотские, зашкварные вопросы. Вот если человек говорит, а можно я у тебя спрошу вопрос, может он не очень удобный, говорите нет. Вот просто научитесь говорить нет. Устанавливайте временные рамки на общение. И не делайте вид, что оскорбление и моральное давление это норма. Вот это все, вот да я пошутил, да не пошел ли бы ты, раз ты так шутишь. Просто вот устанавливайте рамки и будет ваша жизнь легче. Опять-таки, если что-то задевает человека, я прошу прощения, то надо об этом не говорить, это очень такой, это тоже касается всего СЛ. Если что-то, что вас может задеть, либо рассказывать это самым близким людям, людям, которые не просто, там мы подружечки с тобой три месяца там в игре, как здорово мы вместе ходим по ивентам, а людям, которые прошли огонь, воду не придали, не слили, не сказали говна и так далее, потому что сколько уже здесь друзей, которые оказывались не друзьями в итоге, парочек, которые встречались годами, а потом все говно выливалось и так далее. То есть, если вас что-то задевает, об этом просто не надо рассказывать. Если есть тема какая-то, которую можно надавить, образно говоря, я не знаю, у человека там, я не знаю, там нет руки, ну к примеру, и вас это заденет, то не надо говорить об этом, не надо всем рассказывать, что, Ну, либо рассказывать, и тогда смеяться самому над этим, что там, давайте похлопаем в ладоши Какая ты токсичная сука! Если у тебя нет ноги, хочешь научиться чечет? Кто в море утолит, тот море плавать не будет Это так, как роль делает То есть он открыто говорит о том, о своей ориентации И он сам подсмеивается над этим, он сам спокойно говорит об этом У него нет никаких комплексов, и его не задевает его ориентация То есть это норма, это действительно норма в современном мире То есть не надо этого стесняться, что за бред Но если бы, допустим, какого-нибудь товарища бы из нашей киновселенной задевала такая ориентация То не надо просто было бы об этом говорить Дадлик, Дадлик, признайся, зайка уже, признайся Да, да, ну вообще фильтруйте то, что и кому вы рассказываете К сожалению, в СЛ есть очень много людей Которые будут притворяться вашими друзьями, вашей семьей Вот, кстати, СЛ семьи, это прям для меня это самый большой момент кринжа Я не знаю, у меня есть один пример, но не из русского СЛ Где у одной моей знакомой умерла мама в реале А вот моя знакомая, она активно очень играет в эти СЛ семьи То есть у нее там муж, дети То есть там вот реально детские аватары, за которыми сидят взрослые люди, отыгрывают детей И у нее умерла мама в реале И эти дети в СЛ начали жаловаться, что моя знакомая не уделяет им внимания Она им рассказала о том, что у нее трагедия в реале произошла Но эти люди настолько заигрались в СЛ, что они продолжили ныть, что она плохая мать И для меня вот это дико Это, мне кажется, токсичное поведение на уровне, вообще на другом уровне абсолютно Поэтому вы наблюдайте за тем, кто действительно ваш друг, а кто нет Ну и следующие там два наших советика Это минимизируйте общение То есть если у вас нет возможности полностью избегать этих людей То хотя бы просто его минимизируйте А вообще в СЛ есть прекрасная кнопочка под названием блок Пользуйтесь В реале такой кнопочки нет Только в телефончике И да, это будет какое заклинание, Рома? А что там? Блокус? 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 Авата Кедавра, если это касается многих людей Да, многих Волан-де-Морту я бы Авату Кедавру применил бы, конечно Там другие не помогут уже Да, ну и последний совет Он, конечно, немножечко глупый Такой из разряда не расстраивайтесь Но вообще не берите близко к сердцу Не обращайте внимания на обидные слова токсичной личности Иногда эти люди, они сами глубоко несчастны внутри И очень часто не понимают, о чем говорят Токсичное поведение для многих, к сожалению Это не то, что они делают специально Очень часто человек просто так живет Это его стиль жизни Он по-другому иногда общаться не может Иногда токсичными бывают даже самые близкие люди Которые вас действительно любят И может быть у них даже благие намерения Но благими намерениями дорога в ад вымощена Поэтому не берите близко к сердцу И это не ваша проблема Похуямбус Это вообще не ваша проблема Вы вообще не должны извиняться Переживайте что-то кому-то объяснять Что же Рома, Милана, Алена Есть у вас какие-то финальные выводы По нашему разговору? Похуямбус 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 На самом деле я думаю, что Нас послушают Конечно Но к нам не прислушаются Потому что все эти Похуямбус И игнориус Они хороши, конечно, в подкасте Но в реальной жизни Зачастую это не работает Иногда люди сами хотят быть затролленными И затоксиченными Потому что У нас маленький Хогвартс У нас он очень маленький И у нас нет И все в этом Хогварте Друг друга знают Да, и нет возможности На самом деле дико кайфово Что-то в другой Вы сейчас приводили В разговоре Вообще Каждый узнавал себя Вот есть, наверное Категории 4 Минимум В которых я могу сказать Что я так или иначе По отношению к другим людям Ну, токсичу получается И если по итогам нашего разговора Лиза говорила То же самое Миланка говорила То же самое Ро говорил Что вот я узнаю себя Там так или иначе То есть Быть токсичным Ну, но не отвергать этого И понимать И говорить в конце концов Даже Извини Когда ты действительно Задеваешь близкого человека Это очень важный момент Иначе Ну А нахуя бы люди Вообще людям нужны Да, безусловно Всегда надо уметь признать Где ты неправ Конечно Милана Какой твой вывод После сегодняшней Сынки Да Я полностью с вами согласна С тем Что очень важно В себе Увидеть И узнать Эти качества И Проанализировать Почему Это случается И возможно Помочь себе Быть Менее токсичным И быть добрее К другим людям Ведь вся токсичность Это Чаще всего Очень Чаще Мне кажется Так Есть От Несчастья Нашего личного Каких-то Переживаний Обид Грусти Злобы На весь мир Поэтому Надо помочь Себе Стать Более Счастливым И Более Счастливым Счастливым И Это Вас же Самих Не Будет Отравлять И Вы Не Будете Отравлять Никого Так что Будьте Добрее Будьте Счастливее Золотые Слова Будьте Счастливее Это Был Подкаст Очень Токсичный Подкаст У бабули Спасибо Большое Алену Что пришла К нам В гости Сегодня Руамизу Милана Вам Тоже Спасибо И Спасибо Нашим Слушателям Подписывайтесь Ставьте Лайк Нажимайте Колокольчик Чтобы не пропустить Следующие Выпуски А мы К вам Вернемся Очень Скоро Всем Пока Пока Пока